Ну что, друзья, спасибо, что задаете вопросы. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии, писать в комментариях вопросы и темы, которые вы хотели, чтобы Стефан обсудил в следующий раз. И чтобы не пропустить наши видео, обязательно нажимайте на колокольчик, потому что если вы не будете нажимать на колокольчик, YouTube не будет вам говорить, предупреждать вас о том, что вышли новые видео. Стефан, спасибо большое, что так подробно отвечаешь. Всем пока, увидимся в следующий раз. Не здрасте, а пока. Пока. Физкульт-привет, друзья и ученики. Я сегодня снова в гостях у моего друга и человека, которого вы уже любите и знаете, Стефана. Мы находимся в здании Кайзер-юниверсити. И Стефан отвечает на ваши вопросы. Кстати, следующий вопрос, который сейчас я задам, интересен и мне тоже. Вы знаете уже благодаря Виктору Николаевичу, благодаря Стефану, благодаря Салиму, Григору, в общем, ученикам Виктора Николаевича Силуянова, что есть тренинг на гликолитические мышечные волокна и на окислительные. Мы сейчас говорим о гипертрофии мышечного волокна за счет гиперплазии миофибрил, если я правильно понимаю. Так вот, вопрос в следующем. Должны ли болеть мышцы после каждой тренировки и на гликолитические, и на окислительные. Вот скажу честно говоря по себе, когда я тренируюсь с тобой, вот, или по таким вот программам, у меня мышцы болят, бывает и по 5-6 дней. Напоминаю, что вышли в свет две мои книги. О женском тренинге и о мужском. Настоятельно рекомендую, если вы хотите разбираться в тонкостях тренинга, питания, приобрести эти книги. Они довольно-таки доступные, но информация, собранная в них, колоссальна. Особенно, если вы инструктор или хотите стать тренером, взять на себя смелость, ответственность тренировать других людей. Вы обязаны изучить данный материал, просто хотя бы даже для ознакомления. Не забывайте, друзья, делиться в соцсетях моими статьями и видеороликами. Это лучшая благодарность от вас к каналу. Здравствуйте всем, очень хороший вопрос. Этот вопрос я даже, вспомню, я задавал Фитру Николаеву Сильянову. Да, потому что когда я начал все это прикладывать с Наней, который он создал, и вместе с айзотоном все это, и мыши болели очень сильно. Но в принципе он сказал, что если ты ни разу не так тренировал, мышцы будут болеть, потому что это новый. Это означает, что может микротравмы идут в мышице. Но затем, потом мы более подробно там посмотрели. И если ты думаешь о том, что у тебя, допустим, обычные люди, либо ты тренер и работаешь с нормальным студентом, непрофессиональным, они не хотят, чтобы мышцы болели. Не хотят. Не хотят, потому что, например, у тебя есть врач. Врач приходит к тебе, ты сделаешь тренировку на грудные мышцы, очень большой объем, а следующий день у него есть хирургия. А как он должен работать? Операция. Он не может работать, и поэтому плохо для тебя. Поэтому, когда работаешь и новичок, либо какие-то непрофессиональные, именно не хотим, чтобы мышцы болели. А как мы все это сделаем? Постепенно с объемом. Тогда начинаем с низким объемом. Например, если работа на гликолитических мышц, как все программы коксилуэнов создал, должен работать, например, два подхода для каждой главной мышцы. Это уже достаточно, чтобы начали стимулировать мышцы, но затем мышцы болели поменьше. Но рост все равно будет? Будет, но надо... Маленький. Маленький. Но затем что мы сделаем? Первые недели два подхода. Следующие недели два подхода. Добавляем. А потом уже начинаем добавлять либо вес, либо добавляем подходов. Понимаете? Надо постепенно. Самое главное здесь постепенно. Люди, когда смотрят наш стрим, они сразу спрашивают, как BigFone, например, гигант 150 килограммов тренируешь. И они хотят скопировать. И сразу же... Поэтому, да, друзья, никогда слепо не копируйте. Поэтому, если мы говорим гликолитически от 4 до 9, то начинать нужно с нижнего. С нижнего, да. И потихонечку, потихонечку идти. Но хорошо, это что касается студентов, к примеру, людей, которые не такие повернутые. Но ты же знаешь, что большинство людей все равно идет в тренажерный зал, и они хотят по максимуму выложиться. Они хотят получить максимум роста. В принципе, привыкания к такой тренировке не может быть, потому что ты каждый раз даешь себе больше нагрузки. Не за счет количества подходов, а за счет ментального, за счет того, что ты больше поработаешь под нагрузкой. И в таком случае мышцы все-таки будут болеть каждый раз. Будут, но затем тоже надо аккуратно здесь. И начинаем от человека, который нужно столько для тела, допустим, как у Барри Бюна, это одно. Он может так чувствовать, но затем примерно не больше 3-4 недели подряд. И затем после этого сделаем переходный микротикл, недельный микротикл, чтобы мышец восстановил и новый тикл. А если человек спортсмен в другой виду спорта, тогда нельзя это сделать. Почему? Если ты работаешь, например, ноги по неделю очень сильно, и у тебя, например, футболист, либо баскетболист. Он не сможет тренироваться. А на следующий день, а как он будет двигаться на поле? Он не может, поэтому если ты тренер, наша задача, это чтобы он постепенно увеличил свой уровень, чтобы минимизировать это все, это болезнь после тренировки. Поэтому еще раз, объем это главный здесь, потому что интенсивность, чтобы рекрутировать все эти мышцы, если мышцы не работают. Интенсивность должна быть достаточно, чтобы стимулировать мышцы, с которой ты хочешь работать, именно, например, гликолитические. Но затем объем должен быть постепенно увеличивать, чтобы организм спортсмена, либо ученик адаптировался. Мы по периодизации сделаем со Стефаном еще отдельное видео. Но здесь коротко вот хочется затронуть. Я тренирую, исходя из советов ваших, все-таки 10-14 дней нужно дать мышцам отдых после тренинга на гликолитические мышечные волокна. И у меня реализационный цикл строится следующим образом. Я вот эту неделю, к примеру, мы с тобой прокачали грудь в нормальном таком режиме, на гликолитические. Следующую неделю я не отдыхаю и не тренирую гликолитические, но я тренирую на окислительные. И у меня получается неделя через неделю, и каждая одна тренировка повторяется через 14 дней. Можно это сделать, тоже есть такой вариант. Но затем объем интенсивный хороший, но затем вспоминать, надо, чтобы мышцы будут болеть, потому что очень большой объем. Но мы любим, мы стремимся к этому. Это нормально. Мы же мазохисты, нам нравится. Но в принципе, раз в неделю можно тренировать достаточно хороший большой объем. Раз в неделю. На гликолитические? То есть можно раз в 7 дней давать? Раз в 7 дней, можно. Можно, да? Потому что это очень такой большой спор, как часто тренировать мышечные волокна. Хорошо, тогда скажи, пожалуйста, минимальный промежуток времени, к примеру, я сегодня потренировал грудь на гликолитические, сколько минимум дней должно пройти, чтобы я еще раз потренировал грудь? Минимум, минимум 48 часов, обычно 72 часа. 48-72 часа. Да, есть несколько исследований, например, даже вчера я прочитал один из Journal of Strength and Conditioning, и они два, типа, периодизация посмотрели, один как Лев Павлович Модиев сделал, один как Блох, как я сказал, по Юрию Верховщенскому, и они, и группа была, по-моему, это университет Флорида, Гэнсвилл, я запомнил, где они находятся, но было университет Флорид, и они посмотрели, там два группы спортсменов, и сделали так, и посмотрели, что если тренируешься чаще, то же самая группа мышечек начинает недовосстановление, и перетренированность может быть. И можно перетренироваться, и они, что случилось, уровень достижения силовые, они снизили либо плато. Хорошо, мы поняли. Минимальное количество дней отдыха 48-72 часа, а тогда максимальное? Максимальное 10 дней. Максимальное было 10 дней. А 14 какое-то сентября? 14 можно, но затем надо запомнить, мышц будут болеть очень сильно, и это очень длительно. Можно. Когда Силенов сказал это, это, в принципе... Но это же, извини, не значит, что мы не будем тренировать мышцы, просто мы не будем их тренировать в таком же режиме. Тогда, да. Я спрашиваю именно про такой же режиме. А, и тогда ты тренируешь им и в тонизирующем режиме, например. Либо на окислительные. Либо на окислительные, да. Это тогда можно. Хорошо. Сейчас, что-то у меня вылетело, сейчас еще какой-то вопрос был по поводу этого. Мы обсуждали так, периодизацию. 48 часов, 7 часов. Блин, старею, забыл уже. Ну ладно, сейчас. Ну что, друзья, спасибо, что задаете вопросы. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Писать в комментариях вопросы и темы, которые вы хотели, чтобы Стефан обсудил в следующий раз. И чтобы не пропустить наши видео, обязательно нажимайте на колокольчик. Потому что, если вы не будете нажимать на колокольчик, YouTube не будет вам говорить, предупреждать вас о том, что вышли новые видео. Стефан, спасибо большое, что так подробно отвечаешь. Всем пока. Увидимся в следующий раз. Не здрасте, а пока. Пока. Друзья, спасибо, что смотрите. Спасибо, что присылаете ваши вопросы. Это очень и очень важно. На многие я снимаю вот такие видеообзоры. И нам все отвечают в комментариях, если это адекватные вопросы. Увидимся, как всегда, в парнажерном зале. Не забывайте делиться моими роликами в своих соцсетях. Ставить лайк или дизлайк. Обязательно написать комментарий. Все это помогает. И это лучшая благодарность от вас и мне, и каналу. Увидимся, как всегда, в парнажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы. Без травы.